Второй матч наших соревнований. Четвертого тура в конференции А, РТРС и инлайн-групп. Инлайн-группа в форме желтого цвета, РТРС в традиционных своих синих цветах. РТРС занимает вторую строчку во втором дивизионе. У инлайна четвертое место в дивизионе номер один. И сейчас, если инлайн выигрывает, то довольно уверенно будет обходить Русал. Будет иметь на одну очку больше и еще встречу в запасе. РТРС с мячом. И РТРС, если выигрывает, то избирается на первую позицию во втором дивизионе. Ну, за рубеж нефти будет еще игра в запасе. В общем, сложно все в нашей турнирной таблице. А если еще вспомнить, что в следующие выходные нас ждет кубок и прикидывать там все турнирные раскладки, то об одной статистике можно говорить на протяжении практически всего матча. У нас будут 12 команд делиться на 3 дивизиона. Четыре команды. В первый дивизион кубка попадут команды три. Первая из первого дивизиона и первая команда из дивизиона номер два. Во второй дивизион отправятся четвертые, пятые места первой группы и второе, третье во втором дивизионе. В четвертый дивизион кубка у нас отправится шестая позиция первого дивизиона чемпионата и три оставшиеся команды из второго дивизиона. Тайм-аут сейчас для того, чтобы обсудить, что делать с оставшимся временем, которого очень-очень много. Тренер инлайна не вполне доволен пока игрой своих подопечных. Все знают. Трезвычайно! Кажется, давай-д bilis! Хорошо, давай-д bilis! Леги-д bilis! Леги-д bilis! Леги-д bilis! Терри-билis! Леги-д bilis! В леги-д bilis! Кажется, давай-д bilis! Залей, давай-д bilis! Олег! В этом сезоне команды играют в один круг, поэтому еще не встречались эти команды. В этом сезоне команды играют в один круг. Второй десятый, последний десятый. В РДРС сегодня три матча, играют еще с Коумусом и Русалом. Так что календарь, конечно, сегодня очень-очень непростая. А кто там? Вниз. Мамедов один был, никто ему не мешал. Мамедов. Хорошую передачу сейчас сделал. Мамедовый гол. Мамедовый гол. Мамедовый гол. Мамедовый гол. Есть варианты для развития атаки. Ну… В общем, принято решение правильно, но позновато, потому что передача в центр поле читалась. Оставь дальнего Держи мяч Изящная передача Пятка и удар получился Тоже хороший мяч Здорово был подключен Но если бы в другую сторону Он крутился То наверняка ударился бы в штангу И потом попал в ворота А так счет остается без изменений И снова близко Меньше Трех минут до перерыва Держи мяч Держи мяч Держи мяч Держи мяч Держи мяч Главой РТРС Держи мяч Держи мяч Держи мяч Андрей 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 Степ Степ По клубу с руки Степ Держи мяч Первый гол Случается в этом матче Забивает Благодарит партнера За хорошую передачу Полторы минуты до перерыва И желательно за эти полторы минуты РТРС успеть отыграться Чтобы в вторую половину матча выходить Спокойно Хотя бы при ничейном счете И вот сразу РТРС бросается в атаку Никого нету в штрафной Держи мяч Уже Держи Костя Завершили Л 열려 Суепет Держи Костя either Если Держи Вних Опять Онлайн 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 Тайм начинается при счете 1-0 в пользу инлайн-групп. Хотя в первом тайме по владению мячом, по атакам РТРС, как мне кажется, был чуть интереснее. РТРС нужно побеждать, для того, чтобы подниматься выше в турнирные таблицы. И нужно еще удержать вторую позицию, потому что в спину дышит Нардеа, и у них матчи сегодня явно попроще, чем у РТРС. Нардеа играть против МРТС, против Капитал Лайф и против HSBC. В то время как у РТРС соперники МРТС и Русал, в общем, РТРС, если не набирает очки сейчас, то рискует допуститься ниже. И вступить в бронзу Нардеа. Давай, давай! Заня, Заня! Заня, Заня! Ходи! Голос на месте, блин! Силья, сразу надо уходить! В деревне Григорентов. Артем! Стой! 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 Отдак! Взять! Начинаем! Взять! Назад правильный! Отдак! Начинаем! Пошел! Внизу его левку! Еще раз приготовились! Готовимся! Готовимся! Отдак! Все! Назад! Взять! 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 Довольно тяжело РТРС. На втором тайме начинает свою атаку. В центре поля упирается в соперника. И дальше, как правило, мяч теряет. Взять! 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 а а а а а а Оставили одного игрока, защитники, инлайном своей, штрафной. Он сейчас промахнулся, но в следующий раз, конечно, может не простить. Атлёха, стой! Времени остается все меньше, и, разумеется, она играет против РТРС. Сейчас 5 минут и 15 секунд на часах. Умеряет время до финального свистка. С одной стороны, времени еще, конечно, очень много, но второй десятиминутки категорически не идут, атаки у РТРС. Может быть, тренеру стоило бы сейчас взять тайм-аут и объяснить, почему так получается. Благо, право на тайм-аут есть. Довольно длинная скамейка тоже в наличии. Времени! Времени! Не, не, не. Тот мяч. Тот мяч. И гол забивает инлайн. Казалось бы... Опять без момента совершенно голевого, но хватает одной передачи после водомяча из аута и небольшого касания. 2-0 за 3 минуты и 40 секунд до свистка. 2-0 за 3 минуты и 40 секунд до свистка. 3 минуты и 40 секунд до свистка. 2-0. Не было моментов у РТРС во втором тайме. Юрий Александрович Неслаков, тренер РТРС, взял тайм-аут. Ну, в общем, сейчас решающий момент в поединке. Сможет ли РТРС счет сравнять? Хотя бы ничья нужна команде. РТРС, взял тайм-аут, взял тайм-аут. И снова. Как будто бы из ничего игроки онлайн на момент создали. 3-0 по такой игре. Приговоры РТРС. 2 минуты и 20 секунд. Кто-то скажет, что и за меньшее время удавалось какую-то игру менять и добиваться результата. Но все-таки надо понимать, что если игра не идет 18 минут, то вряд ли в две последние минуты случатся 3 забитых мяча. Пока должны констатировать, что инлайн-групп сильнее РТРС практически во всех показателях игры. РТРС! Принnehmer о чеме игроки tienes? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...